Дагестанцы активно голосуют. Свой выбор уже сделали тысячи жителей нашего региона. Среди них моряки Каспийской флотилии, герой Великой Отечественной войны Ибрагим Паша Садыков, отец Героя России Магомеда Нурбагандова и самый сильный человек планеты. Обо всем по порядку расскажет Абдурахим Белалов Даганай. Моряки Каспийской флотилии принимают активное участие в выборах. При службе Южного военного округа рассказали, что уже в первый день проголосовало порядка 50% военнослужащих, а также гражданский персонал. Вместе с ними отдал свой голос командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Александр Пешков. Напомним, что краснознаменная Каспийская флотилия была передислоцирована из Астрахани в Каспийск в 2017 году. Ранее моряки флотилии участвовали в выборах Астраханской области. Сейчас они голосуют в Каспийске по месту постоянной регистрации под звуки духового оркестра своих коллег. Герой Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Славы Двух Степеней и Ордена Красного Знамени Гвардии, сержант Ибрагим Паша Садыков также принял участие в выборах. Недавно ветеран одержал еще одну победу. В этот раз 98-летний Ибрагим Паша Султанович победил COVID-19. И несмотря на попытки родных отговорить его от участия в выборах, вызвал такси и приехал на избирательный участок. Почетного избирателя встретили аплодисментами. А в Исбербаше вместе со своей стороной проголосовал отец Героя России Магомеда Нурбагандова, директор одной из школ Сергакалы Нурбаганд Нурбагандов. После он объехал избирательные участки, ознакомился с условиями работы участковых комиссий, поинтересовался тем, как идет голосование и настроением людей. Проголосовал на одном из избирательных участков Кизелюрта и самый сильный человек планеты Амар Ханапеев. Опустив бюллетени в урну местных Геркулес, решил удивить членов избирательной комиссии, создав для них сувенир из гвоздей. Прямо в избирательном участке Амар Ханапеев на глазах у изумленных наблюдателей сломал шуруп, всплел из гвоздей косичку, как символ дружбы народов Дагестана и презентовал членам комиссии «Железные сердечки». В Кизляре впервые в своей жизни проголосовали более 200 молодых избирателей. Одна из них – Заира Долгатова, студентка электромеханического колледжа. Девушке исполнилось 18 лет и выборы депутатов Государственной думы и Народного собрания Дагестана для нее первые. Она волнуется, а полученная шоколадка стала приятным бонусом в такой важный день для нее. Приз 18-летнему избирателю, впервые голосующему на выборах, вручили в Кайкенском районе. Джамалудин Алиев, студент третьего курса Махачкалинского автодорожного колледжа, отметил, что ему небезразлична судьба страны и республики, и поэтому он выполнил свой гражданский долг. Голосует и старшее поколение. Жительница микрорайона Новый поселок села Касумкен приняла участие в выборах. Ей 103 года. Ветеран труда Фаният Расулова, невзирая на свой почетный возраст, изъявила желание принять участие в голосовании. Для этого члены избиркома в соответствии с законодательством выехали к ней домой с переносным ящиком для голосования. А преподаватель начальных классов Султанян Гюртовской школы имени Юсупа Акаева Кизелюртовского района Шемеева Динара пришла на выборы в свой день рождения вместе с педагогическим коллективом. На избирательном участке она не только проголосовала, но и приняла поздравления с днем рождения. В Дылыме Казбековского района на избирательном участке прошел настоящий концерт. В здании Дылымской гимназии в день единого голосования прозвучали песни на родном языке. Завершил выступление коллектив Центра традиционной культуры народов России исполнением гимна Дагестана на абарском языке.